Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о трюке, который способен увеличить ваши глаза, по крайней мере визуально. Конечно, операции мы сегодня делать не будем, но тем не менее с помощью косметики можно зрительно подчеркнуть какие-то черты лица, что-то скрыть, что-то сделать больше, что-то сделать меньше. В общем-то, это давно известный факт. И сегодня я вам хочу рассказать о такой технике, которой я сама научилась относительно недавно. Я долго ее не замечала, но в то же время я поняла, что сейчас она очень популярна, и ее поголовно используют все и визажисты, и в инстаграме все и визажисты, и любители косметики. Трюк довольно простой, но он при этом очень сильно меняет дело. Поэтому обязательно смотрите дальше, я вам все детально расскажу. Итак, что же нам нужно сделать для того, чтобы увеличить глаза с помощью стрелки? Если вы уже смотрели мое видео о стрелках, то знаете, что я рекомендую рисовать стрелки на границе залома между неподвижным веком и подвижным. То есть, если рассмотреть сейчас мой глаз, то вот у меня как раз эта граница залома, то есть здесь вот преломляется у меня в этой точке и появляется складка верхнего века неподвижного и нижнего подвижного. И по классике стрелка рисуется именно на границе залома, то есть вот в этом вот месте. Если вы делаете с макияж, что-то похожее, как у меня сейчас на глазах, то стрелки сюда не очень идут, потому что они портят форму макияжа. Обратите внимание, что линия тушевки у меня идет довольно целостно, одна линия переходит в другую. И если я вот здесь вот нарисую стрелочку, то получается, что у меня есть нижняя тушевка, которая имитирует тень, то есть имитирует новую форму глаза. И также откуда ни возьмись, у меня есть стрелка, которая также задает направление. И если нарисовать стрелку здесь, то выглядит это довольно нелепо, то есть у меня две направляющие и две, грубо говоря, разные направляющие, потому что это будет выше и это будет ниже. Поэтому я всегда не рекомендую для с макияж делать стрелку. Но в последнее время я заметила такой трюк, который очень часто используют другие визажисты, и он также очень популярен стал сейчас в инстаграм. Это рисовать стрелку по линии нижней тушевки, то есть вы заводите стрелку не так, как обычно, вот на границе складки, а намного ниже, чтобы она подчеркивала вот именно нижнюю вашу тушевку. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Для этой работы вам понадобится очень детальная кисть для подводки и первую линию, направляющую, я ставлю намного ниже, чем мое верхнее веко. И таким образом веду это все вверх. Вот как-то приблизительно так. Я, конечно, не начинаю стрелку с конца тушевки, я начинаю ее где-то приблизительно с самой темной точки моей тушевки на нижнем веке. И она практически у меня уже заходит на нижнее веко. Теперь, если у вас веки нависшие, то это тоже будет хорошим трюком для вас. Теперь нужно зарисовать треугольничек так, чтобы он как раз прошел по границе вот этой вот складки. То есть вот эта вот часть у нас будет темная в треугольничке нашей стрелки. На открытом глазу я начинаю вести свою стрелку по подвижному веку. Вот что я имею ввиду. И теперь нам нужно эту стрелочку зарисовать. И, конечно, сделать более привлекательной, то есть выровнять ее. После чего мы просто, как обычно, ее заканчиваем. Дальше ничего особенного с ней делать не нужно. И если сейчас внимательно посмотреть на то, что я сделала, кажется, что наоборот, эта стрелка еще больше опустила мои глаза. Но здесь нам на помощь придут ресницы. То есть сама по себе стрелка не работает для того, чтобы увеличить глаза. Нужно обязательно накрасить ресницы. И нужны обязательно накладные ресницы, которые будут очень пушистые к внешнему уголку глаз. Сейчас я покажу, о чем я. Давайте сначала накрасим ресницы верхней и нижней. Очень хорошо прокрашивайте их. Просто каждую ресничку старайтесь выделить и прокрасить. И то же самое с верхними ресницами. Ресницы тушью я накрасила и теперь буду переходить к накладным ресницам. Я буду использовать ресницы Ardell, которые называются Demi-Vispis. И, как видите, к внешнему уголку глаза они намного длиннее и намного более пушистые. А к внутреннему уголку более коротенькие. Ресницы клеить мы тоже будем по-особенному. Если бы я обычно клеила ресницы, я бы их наклеила вот как-то вот так. Вот для того, чтобы внешний уголок глаза у меня и внутренний уголок глаза был с ресничками. Вот внутренний уголок глаза как раз там бы реснички у меня заканчивались, где мои, собственно, сами заканчиваются. И то же самое и с внешним уголком глаза. Но для этой техники нам нужно опустить ресницы намного пониже. Вернее, не намного пониже, но чуть-чуть пониже. Для того, чтобы конец ресниц подчеркивал ту стрелочку, которую мы нарисовали. И таким образом эта стрелочка как будто немножко прячется даже за пушистостью этих ресничек. Сейчас давайте я все-таки приклею их и покажу вам финальный результат. И, как видите, когда я накрасила ресницы, то это значительно все исправило. Теперь уголки как будто еще больше подняты. И в целом тушевка выглядит еще более насыщенной. То есть эта линия, которая поднимается у меня вверх от нижнего века, она еще больше подчеркивается вот этим уголком ресниц. И также стрелочкой, которая спрятана за этими ресницами. Вот, в принципе, и весь большой секрет. Надеюсь, это видео вам понравилось. На самом деле весь макияж, это, знаете, он очень сильно меняется. Там 2 мм туда, 2 мм сюда, здесь чуть-чуть выше, здесь чуть-чуть ниже. И вы получаете кардинально просто разный эффект на лице. И сегодня я постаралась вам показать, как можно немножко схитрить и визуально увеличить глаза. При этом, конечно же, как я уже сказала, нужны обязательно накладные ресницы. Без них это не сработает. И также нужно немножко похитрить со стрелочкой. Такого типа макияж потрясающе выглядит на фотографиях, потому что на фотографиях всего, что вы делаете, не видно, а видно просто общую форму ваших глаз. И если она целостная, если уголки глаз достаточно темные, и при этом нигде они там не заламываются, вот такие вот линии, то на снимках у вас будет вот именно такая форма глаз, которую вы завладите макияжем. В общем-то, надеюсь, это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор этого не сделали, для того, чтобы не пропускать в будущем мои видео. Мои сети вы тоже сможете найти здесь, можете следить за мной и там, смотреть всякие обновления, мои фотографии, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. А я с вами буду сейчас прощаться, и мы увидимся в следующих моих видео. Пока!